в этом сезоне я был купил себе дек хамакуру воблер бомбецкий просто бомба я в него влюблен мне он очень нравится взял специально в этом цветовом решении делал отдельно на него обзор были на него выходы щуки были на него промахи в этом сезоне было такое место где глубина практически не выше не превышала колена сантиметров не знаю там сколько до колена примерно было где-то воды практически ничего не проходило этот воблер я бросал на поверхность успевал налить себе с термоса чай сделать один моток делать рывок и вылетала щука причем размеры были очень большие вылетали щуки двух и трех и вылетали на такой глубине но к сожалению из-за того что глубина была очень маленькая щука промахалась по этой приманке хотя приманка здоровенная как таковая и я не смог разловить пару раз держал пару хвостов но не реализовал воблер ловит я думаю следующем сезоне он еще себе покажет надо немножко не упал пираться вот и скажем так более-менее специфическая к нему проводка допустим надо ему скажем так научиться им ловить первоначально можно просто кинуть его на воду возле лодки и посмотреть подергать спине нам посмотреть как он себя ведет и зависимости от этого определиться с той или иной скажем так проводкой именно для этого данного воблера вот поэтому моблер бомбецкий буду еще на него рыбачить так переходим чуть-чуть но я уже принципе а все сказал вот такие от меня есть огорон чеки у меня их есть три размера ребят хотите верьте хотите нет не знаю брал от воблер специально значит для судака для щуки нифига я не раздавил у меня такой огорон ту 110 по моему 90 какой-то еще сейчас скажу 80 и 80 95 95 95 я уже не не помню сколько приманок ну неважно на размер меньше не ловят они нифига вот этот маленький ловит очень неплохо вот итоге все большие не ловят нифига не знаю почему ну блин не знаю но маленькими я уже сейчас не ловлю я немножко отошел потому что щука заглатывает его целиком даже даже мелкая поэтому я его оставил в покое он сейчас у меня ну скажем так лишь на скамейке запасных иногда бросаю большие размеры почему-то мне в этом сезоне не выстрелил вот так вот огорончик не ловил не знаю вот так получилось так перейдем дальше вот такие то есть воблера мегабас майаби воблер естественно все уже прекрасно знает что поисковый воблер то есть практически я ими вытаскивать щуку не вытаскиваю по вкусу но немножко есть да тут есть немножко отметины уже щука как брала на этот она тот значит какие-то такие нюансы на этом крючке оставил рядные на этом и крючки поменял потому что очень было много сходов читал видео в интернете обзоры вы поменяй крючки и будет тебе счастье воблер будет ловить на ура сходы уменьшится здесь крючок немножко толстоватый сам по себе здесь немножко потоньше поставил саму проволоку поэтому возможно из-за этого но дело не в этом тактика была какая я забрасывал маябик вдоль камыша мы протаскивали вдоль камыша воблер и щука выходила с камышей и с места своих укрытия и стоянок и бросалась на воблера ну промахалась иногда и потом приходилось уже из тех которые я перечислил ставить другие и долавливать ее на другие приманки бывало такое что будем бросать вот этот она выходит ударяет промазывает потом ставлю косодаку максо 110 и долавлю ее причем очень даже запросто и да я их применяю но они меня разведчики поисковые я их бросил прокидал продернул увидел что щука вышла видел что возле камыша пошел бурун или на чистый ваге то где-то бурун ставим меняю приманку на другую и сюда долары то всегда получалось воблер рабочий на 100 процентов хоть и сразу принципе они дорогие сейчас так отложим сторону ну а теперь перед тем как дойти до финального сказать моблера финальных приманки которые в этом году скажем так нам по моему мнению заняли первое место покажу внутри ридж ридж 90 спешка видно он блин да в идеальном состоянии так вот ходите верьте хотите нет он у меня уже в коробке лежит он у меня лежит уже в коробке 4 год 4 года лежит приманка у меня в коробке состояние как мы видим идеально и скажем не бросал я им бросал пытался упирался но тем не менее приманка у меня практически в идеальном первозданном состоянии почему я не знаю ребят хотите верьте хотите нет скорее всего что условия водоемов которые я рыбачу рыбачу я на реке днепр на реке псел выезжаю еще тоже дома с рядом в принципе на ридж я ловил пару-тройку окуней и одного мелкого щупачка как-то не там вылетел ударом все крупной щуки ни одной воблер стоит сейчас бешеных денег блин блин не ловит он у меня ну и к завершению моего баловольство долго говорил но тем не менее надеюсь объяснил вот меня показывает здесь два воблера это гряди гадс 88 компания понтон 21 которые в этом сезоне и в прошлом сезоне показывали чудеса рыбалка всегда начиналось именно с этих приманок я специально купил 2 потому что 1 у меня уже краски практически на нем нет купил 2 и за этот сезон буквально там за осень опять краски нет при любых условиях пассивная щука больше пауза моблер всплывает атака активная щука равномерно делаю рывочки без пауз влетает бьет щука если комбинируешь проводку бывает такого два рывка пауза два рывка один рывок пауза вылетая щука бьет вот такие вот ситуации поэтому в принципе в подведение завершения сезона вот в принципе те которые у меня приманки ловили сейчас я соберу постараюсь все быстренько включу потому что уже заболтался времени потратил на видео вот те которые у меня в этом сезоне ловили 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 очень отлично ловили я не буду разделять на первое второе третье место как там делают обзоры ну вот я отобрал скажем так те которые в принципе которые в принципе достаточно для того чтобы ездить на рыбалку облавлять акваторию скорее всего что собирая такое количество облеров как мы собираем собираем покупаем мы немножко поступаем неправильно опять же проложусь ко всему вышесказанному мнение лично мое мы уделяем каждой приманки из всех очень малое время поэтому скорее всего что получается следующее мы не облавливаем ту акваторию по времени поскольку начинаем перебирать в этом 7 кучи воблеров и тем самым не уделяем время тем воблерам которые нам нужны поэтому имея 10 приманок скажем так 10 но не 10 джипсмит тоже кстати очень не порадовался сезоне имея 10 приманок можно смело ехать на рыбалку и быть с уловом мы как правило тащим с собой кучу коробок куча приманок куча воблеров накупая на сайтах на форумах тем самым тратим время на то что пытаемся их раздавить а в осеннее время на водоеме влетит очень быстро и мы теряем скажем так драгоценное время на то что пытаемся их раздавить поэтому в следующем году возможно за зиму какие-то будут все таки изменения в планах приманок какие-то будут проданы как какие-то будут куплены ну и новый сезон будет открыт чего мы принципе все спиннингисты по жидкой воде с нетерпением ждем ну а пока всем пока не хваста не чешуи ставим лайк и комментируем подписываемся на канал